Всем доброе утро! Сегодня у нас 30 июля. Хочу сразу ответить на вопрос, который мне часто задают мои друзья в личных сообщениях, которые знают, что мы живем в Анталии. Спрашивают, что с нами, как мы, прочитав новость о том, что горит Анталия, хочу уточнить сразу, что при слове Анталия подразумевается, что горит провинция Анталия. Что такое провинция Анталия? Есть провинция Анталия, которая состоит из нескольких регионов, а есть сам город Анталии. Так вот, в российских СМИ подразумевалось, что горит провинция Анталия. Пожар начался в районе Марморис. Очень сильный пожар. И не только там зафиксировано 41 пожаров уже, 31 из которых уже удалось взять под контроль. Получается, в 13 регионах сейчас горят леса. Пожар также подкрадывается к частным, к домам, к жилым домам и отелям. Пожар у нас сейчас бушует в Марморисе, а также в Алане, вплоть до Мерсина. Стоит жара 44 градуса, плюс очень большая помеха для пожарников. Это сильный ветер, который помогает распространиться пожару с неимоверной быстрой силой и скоростью. Зафиксировано уже 180 пострадавших и 4 погибших. Ну, погибшие, которые пытались спасти свое имущество. Отушат сам народ также из ведер, из бутылок, из чего только могут. То есть пытаются спасти свои жилые дома. В Марморисе был эвакуирован отель «Титаник», который находится на склоне горы, на котором горит лес. Ну, о других эвакуируемых туристах нет никакой информации. Власти Турции уверяют, что нет никакой угрозы для туристов, что все под контролем. Вовлечены в эту работу вертолеты, самолет. А также Турция попросила помощь у России, насколько мне известно. Ну, как бы за дополнительную плату вот сейчас почитала информацию. Конечно же, эта услуга не дешевая. Но ради спасения жизни людей, конечно, во все колокола трубят о помощи. Надеюсь, что в скором времени все, ситуация улучшится. Мы в данный момент проживаем в Анталии, в районе Коньялты. Мы не чувствуем никакой гари, мы не чувствуем никакого смока, никакого пепла. Потому что Манавгат находится 70 километров от Анталии. Можете не переживать, с нами все хорошо. По предварительным данным, говорится о том, что пожары возникли из-за людей, которые разводили костры. Кто-то говорит, что пожар возник в контейнерном баке, в мусорном баке. Но есть такая подозрительная вещь, что пожары начались одновременно в разных частях Турции. И по неофициальным источникам уже неоднократно слышала от самих жителей Турции, что все-таки речь идет о поджоге. Будем ждать информации. Скорее всего, власти Турции, может быть, не распространяют эту информацию, пока не выявлены все факты. Но есть такая информация, что в поджоге задействованы афганцы. Были задержаны 4 человека и еще в поисках, в розыске 10 человек. То есть, все-таки есть такой вариант, что все-таки это поджог, теракт. Но наше дело в данной ситуации теперь уже думать о жизни, о жизни людей, спасти их. А второе дело уже выяснять причину. Пожар также бушует в районе Марморис, как я сказала. Это провинция Мугла, если я правильно называю Мугла. Там же проживает Папа Османа. Надеюсь, что у них тоже все будет хорошо. Хотя они проживают в каньоне. Там протекает вода, очень холодная вода. То есть там температура немножко пониже. Ну и поступают новости, что все-таки пожар начал углубляться вглубь Турецкой Республики. Не только по курортным зонам, но и вглубь. Также сфиксированы пожары на окраине Стамбула. Но если посмотреть по карте, не все понимают, о каких районах идет речь. Вот по карте можете посмотреть. Сейчас я ее выложу. Видно, что очень сильно страдает Аланийское побережье. Алания до Мерсина горит очень сильно. Слышно также было, что некоторые туристы начали просить своих туроператоров, чтобы их выселили, забрали с курортов. Но это единичные случаи. А также есть случаи, что люди начали отменять свое бронирование. Но, как вы видите, если у вас путевка именно в Анталию, в Анталии все спокойно, могу сказать. Сама лично, так как прогуливаюсь по городу, все спокойно, тишина вокруг. Никакой паники нет, никто не паникует. Все спокойно, турки сами спокойны. Пожелаем все-таки Турции поскорее решить эту проблему. Конечно же, выражаю соболезнования погибшим, семям погибших. Пожар это страшно, конечно. Это такая стихия, с которой очень тяжело бороться при таких условиях в жару и при сильном ветре. Ну и так как наши, мои сестры, скоро улетают, очень переживаю, конечно, чтобы все-таки не было никаких преград для убывающих и пребывающих. Чтобы все смогли осуществить свои планы и добраться до места назначения. Кто-то домой летит, кто-то на отдых. Вот. К сожалению, жара будет еще держаться на отметке свыше 40 градусов еще около недели. Вчера вот на солнце было 44-45. Очень жарко. Ну все, спасибо за внимание, спасибо за ваши пожелания. Я вам всем желаю искренне быть в здравии, здоровья вам, спасибо за поддержку, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!